С 1 октября в России вступают в силу новые законы и правила. Кому ожидать повышения пенсии и зарплат? Кто не сможет взять ипотеку? И какие штрафы грозят тем, кто не явится в военкомат? Об этом поговорим в нашей студии программы подробно с юристом Александром Бакиным. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Александр, ну вот смотрите, повышается пенсия, знаю, что повышается для различных категорий людей. Кто эти люди и на сколько идет повышение? За последний год-полтора государство уже неоднократно повышало различным категориям граждан пенсии. В том числе были не только повышения, но и надбавки, и корректировки. На сегодняшний день пройдет индексация пенсий на 10,5% для лиц, которые относятся к категориям государственных служащих в силовых структурах. То есть это сотрудники МВД, ФСБ, исполнительной системы, Росгвардии, МЧС. Да, да, да. То есть все те лица, которые обеспечивают правопорядок в государстве. Ну достаточно большая индексация в этом году, правильно? Да, да. 10,5% это очень хорошая индексация, тем более необходимо учитывать, что это к основной пенсии. А помимо этих категорий людей повышается пенсия для пенсионеров, которые в этом году в сентябре, которым в этом году в сентябре исполнилось 80 лет. Насколько она повышается и какие там нюансы? Ну на самом деле для людей, достигших 80-летнего возраста, у нас изначально всегда предполагалось повышение пенсии. На сегодняшний день вводится не только само по себе повышение, но и так называемая надбавка. Если за пенсионером, который достиг 80-летнего возраста, ухаживает близкий родственник, то будет надбавка 1,5% дополнительно к пенсии, а если осуществляется еще социальная служба, то там 3,5%, насколько я помню. Это 3,5% от пенсии? От пенсии, да, будет надбавка. По поводу пенсии поговорили. А зарплаты? Зарплаты тоже повышаются в этом году и кому? Кто ждет ее? Да, тоже надо, скажем так, отсылочку в прошлое сделать, что повышение зарплат у нас тоже есть определенная периодичность и регулярность. Государство за этим, ну, по крайней мере, может не четко, но старается отслеживать и каким-то образом компенсировать все наши инфляционные, скажем так, изменения. Так вот, на сегодняшний день, тоже опять к 1 октября, изменения и увеличения заработных плат коснутся госслужащих. Также коснутся сотрудников железной дороги РЖД. И самое главное здесь необходимо отметить, что такие повышения коснутся лиц, так называемых, за штатом сотрудников. Такая же ситуация и будет у нас происходить с сотрудниками РЖД. Здесь будет заработная оплата повышена не только непосредственно лицам, которые связаны с РЖД впрямую, но и также лицам, которые по смежным специальностям, либо смежным предприятиям. То есть, например, поликлиника РЖД? Поликлиника РЖД как раз для сотрудников поликлиники также будет повышение, исходя из данного, скажем так, законопроекта. Насколько повысится зарплата? Или все-таки в каждой категории свои какие-то цифры? Там есть свои, скажем так, изменения и, скажем, вилка определенная, но зарплата повысится от 3,5 до 5,5%. При обработке переводов внутри страны теперь нельзя будет использовать международную систему SWIFT. Что теперь делать? Как быть? На самом деле для нас, для потребителей, абсолютно ничего не изменится. Да, здесь вы абсолютно правы. Система SWIFT во внутренних переводах межбанковской системы будет запрещена законодательно. Но, как мы все опять же... Какие операции будут? У нас разработано на сегодняшний день свое программное обеспечение. Также получено одобрение использовать программное обеспечение государств, которые дружественны нам. И вот данные программы будут использоваться при внутренних банковских переводах. То есть в пределах Российской Федерации, между банками Российской Федерации. Еще какие-то правила в банковской системе будут с 1 октября? Не правила. Будут изменения. Они уже приняты Министерством финансов, Центробанком. Изменения связаны как раз с очень большой закредитованностью наших граждан. И в связи с чем прошли изменения в том плане, что люди, которые ранее могли рассчитывать на, скажем так, кредит без первоначального взноса, либо с минимальным первоначальным взносом, для них теперь будет увеличена процентная ставка. Это сделано именно для того, чтобы такие кредиты с минимальным обеспечением были невыгодны для граждан. То есть, чтобы снизилась именно закредитованность граждан. То же самое будет касаться и ипотеки. Это очень такой большой камень преткновения, когда люди собирают последние, грубо говоря, свои крохи, пытаются, естественно, да, приобрести недвижимость, но попадают в банковскую кабалу в зависимости от процентов. И в связи с этим государство еще больше увеличивает именно процентную ставку для того, чтобы люди, как говорится, 300 раз подумали, а надо ли им это делать прямо здесь и сейчас. Теперь первоначальный взнос, он не будет низким? Он не будет низким, первоначальный взнос теперь будет минимум 20%. Если раньше можно было под 6-8% от цены сделки взять квартиру, да, например, в ипотеку, то на сегодняшний день он останется таким, может банк на своих условиях предоставить, но банк тогда будет обязан повысить процентную ставку. Процентная ставка будет выше? До 2026 года существует гаражная амнистия, но сейчас с 1 октября можно будет гараж оформить еще проще. Можно рассказать, что это за изменения, что это за законы новые? Да, конечно. У нас есть несколько законов, которые говорят об упрощении той или иной процедуры регистрации объектов недвижимости. Мы все знаем и помним про закон дачной амнистии. Сейчас вот принят был и с 22-го года начал действовать закон о гаражной амнистии. Это упрощенная процедура регистрации гаражей, которые были не оформлены в собственность граждан по тем или иным причинам до последнего времени. Если раньше для того, чтобы зарегистрировать гараж, необходимо было собрать кучу документов, справок, разрешений, архитектурных планов и так далее и тому подобное, после этого пойти и сдать это все в регистрационный орган, то на сегодняшний день за счет этого закона о гаражной амнистии это все упрощено. И при наличии, скажем так, гаражного кооператива или даже его отсутствия, но наличии определенных первичных документов, гражданин может получить право собственности на данный гараж. При этом при всем, если до последнего момента речь шла только о гараже, то в этот закон вносится еще изменения, связанные с земельными участками под этими гаражами. Какие нюансы? Нюансы следующие, что земельный участок можно будет выделить именно под конкретный гараж и получается приобрести в собственность, даже если он находится, весь большой земельный участок в собственности или в пользовании гаражного кооператива. Для этого не надо будет теперь согласовывать разрешение на выделение данного земельного участка, а достаточно будет предоставить документы на сам гараж и соответствующие кадастровые заключения об территории данной занимаемой площади. После чего оформить земельный участок под гаражом. То есть собственник гаража, он получается оформляет в собственность не только гараж, но и землю под гаражом? Теперь да, теперь может и землю под гаражом. До последнего момента это было невозможно. Это было возможно только исходя из оформления земельного участка всем кооперативом, если был кооператив. Военкоматы. За неявку военкомат сейчас будет грозить огромный, я бы сказала так, огромный штраф. Да. Давайте поговорим об этом, сколько это будет стоить. И я знаю, что работодатели тоже несут ответственность за своих сотрудников, которые не явились в военкомат. Вот можно подробнее об этом? Все верно. Буквально несколько месяцев назад мы анонсировали то, что у нас в связи с СВО будут приходить электронные повестки на госуслугах. И неявка по этой повестке будет являться административным правонарушением. То есть давайте еще раз. Если на госуслуги пришла повестка, ты обязан прийти в военкомат? Все верно. Раньше, если мы немножко углубимся в историю повестки, у нас оформлялись в бумажном варианте. То есть на бумажке писали, что такой-то гражданин вызывается к такому-то часу в военкомат. И эту бумажку нужно было дать именно в руки. И эту бумажку нужно было еще вручить, да. И мы все знаем, когда военкомы совместно с полицией бегали по адресам, разыскивали военнослужащих и так далее и тому подобное. Это были целые такие квесты. А на сегодняшний день, с учетом развития всех информационных систем, коммуникаций, это уходит в небыдки. И сейчас законно уведомление военнослужащего или военнообязанного по системе госуслуг, то есть через интернет. В личный кабинет вам приходит извещение от военкома о том, что вам к такому-то часу необходимо явиться. И данное извещение автоматически становится действующим, считающимся, что вручено. И, соответственно, лицо, которое привлекается на военную службу, обязано явиться по указанному адресу в указанное время. Если не явился штраф какой? Если не явился, да. На сегодняшний день, так как все-таки люди пытаются игнорировать, не являться, прятаться, то вот законодательно теперь вводятся штрафы. Причем штрафы вводятся не только для самих военнослужащих, призывников, но и для их работодателей. То есть, если на государственном уровне будет установлено, что данный призывник имеет какую-то до призыва в армию, имеет какую-то стабильную заработок, имеет трудоустройство, это мы тоже можем всегда, государство может отследить через систему ФНС, да, налоговой службы, там, пенсионного фонда и так далее, то обязывают работодателя извещать об этом также дополнительно. То есть, это теперь не просто формальность, а это обязанность, возложенная на работодателя. И в случае, если работодатель не информирует и не предупреждает своего работника о такой ответственности, то работодатель будет нести тоже штраф до 400 тысяч рублей, по-моему, для юрлиц. Это как юрлицо, да? Для юрлиц, да. По-моему, от 50 до 80 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей. А сколько сам заплатит молодой человек, если его, ну, если он не явился в военкомате? Сам молодой человек, если у меня память не изменяет, тоже там штраф предусмотрен от 30 до 80 тысяч. Большие суммы. Да, суммы значительные. Мы ранее говорили про госуслуги, что повестка приходит туда. Сейчас эти самые госуслуги вводят новые правила безопасности. Расскажите, какие? Да, все верно. Госуслуги, как информационный портал, причем портал, на котором хранятся персонифицированные данные каждого гражданина в личном кабинете, он тоже усиливает свою безопасность. Это связано с тем, что очень часто происходят дидос-атаки на всевозможные государственные сайты, в том числе и на госуслуги. И для безопасности хранения нашей личной персональной информации госуслугами вводится двухсторонняя аутентифицированная безопасность. То есть, смысл вот этого сложного слова, которое я, по-моему, немножко неправильно выговорил, но он заключается в том, что при входе в личный кабинет на госуслугах, теперь вам будет приходить еще и смс-сообщение на ваш телефон, который также был ранее подкреплен на этих госуслугах. А если ты за границей, и этого номера телефона нет, или потерял этот номер телефона? Не будет доступа к входу через интернет, то есть сайт автоматически будет блокировать вход и не будет предоставлять информацию. Для того, чтобы потом получить ее, необходимо будет с паспортом лично обратиться в МФЦ, то есть в многофункциональный центр подтвердить свою личность и, соответственно, получить ту информацию, которая вам нужна. То же самое будет касаться и в случае, если у вас что-то произошло с телефоном. То есть вы его потеряли, либо симка, которая была ранее прикреплена, уже не действует, то вам необходимо будет сперва обратиться в МФЦ, лично прийти. По доверенности здесь не предусмотрена услуга. То есть в любом случае? Да, в любом случае государство будет именно определять персонария, то есть того человека, который обращается за данной услугой. Это связано именно с безопасностью. Новые причины для лишения гражданства Российской Федерации появятся с 1 октября 2023 года. Но и получить гражданство Российской Федерации теперь будет намного проще. Подробнее, пожалуйста. Да, государство у нас тоже не стоит на месте, законодательно пытается изменяться, подстраиваться под новые реалии. И вот данная мера, она связана с тем, что у нас проходит СФО, опять же, все возможные вот эти вот нападки со стороны Запада на наше государство. Оно и тоже своим образом защищает себя. Так как некоторые наши, скажем так, сородичи, сограждане Российской Федерации начали немножко неправомерную деятельность, особенно в средствах массовой информации, в интернете, где всяким образом порочат честь, достоинство нашей страны, порочат российскую армию. Так вот, для таких граждан будет предусмотрена ответственность, что их могут лишить гражданства за дезертирство из армии, за как раз распространение фейков, связанных с дискриминацией Российской Федерации, Российской Армии, за призывы к вооруженным бунтам, восстаниям относительно правительства и строя. Вот за данные деяния будет предусмотрена именно такая мера ответственности, да. Но при этом при всем упрощают и процедуру получения гражданства для лиц, скажем так, выходцев из бывшего Советского Союза, да, то есть для наших ближних стран, наших, скажем так, стран, с кем мы дружим, дружественных государств. При этом есть, опять же, определенные изменения. Если ранее, например, была упрощенная процедура получения гражданства для лиц, которые заключили брак с гражданами России, да, и для этого достаточно было только прожить в браке не менее трех лет, то на сегодняшний день обязательным требованием будет являться наличие совместного ребенка у данной семьи. Поговорим о еде. С 1 октября налоговая служба поднимает налог на гамбургеры. Приведет ли это к удорожанию фастфуда и почему? Ну, по логике можно предположить, что, конечно, да, скорее всего, приведет. Любое повышение на какие-то сопутствующие товары, либо повышение налоговых взыманий, они приводят, естественно, к повышению стоимости самого товара, либо самой услуги. И здесь все будет зависеть от, ну, скажем так, жадности, мерикантильности именно лиц, которые продают данные товары, да. То есть это вот у нас есть, например, крупная сеть «Вкусные.», да, либо там KFC. Вот данные структуры, если они сочтут возможным сохранить цены своей продукции на том уровне, на котором они есть сейчас, до данного требования, то это будет очень отлично, это будет, как говорится, им плюс зачет в копилку. Но если они сочтут, что это невозможно, это убыточно, то, соответственно, скорее всего, цены поднимутся. А почему? Почему налоговая служба именно вот гамбургеры, чизбургеры, фастфуд? Объясню. Потому что у нас для коммерческих структур существует так называемый код экономической деятельности, АКВЭД. И раньше предприниматели, которые занимались вот фастфудом, они свою продукцию, свою деятельность позиционировали как именно булочные изделия. И, соответственно, подпадали под налогообложение 10%. На сегодняшний день Минфин изменил данные коды АКВЭД, для как раз фастфуда ввел отдельный свой код, который не входит в продукцию булочных изделий. И, соответственно, у него код теперь и налогообложение 20%. Поняла. Таким образом. Спасибо, Александр, за беседу. А я напомню, что в нашей студии программы «Подробно» был юрист Александр Бакин. Редактор субтитров А.Семкин